Сегодня на прогулке точно вспомнил, что же у меня была за проблема такая, от чего я страдал, почему я так мучился, почему пьянствовал, почему бухал, почему вообще вот этот алкоголь не так тянул к себе. А все дело в том, друзья, что я себя очень сильно жил. Мне было себе так жалко, так жалко. Я чувствовал себя таким несчастным человеком. И весь мир был такой несправедливый. Люди несправедливые. И я так обижался на это все. Так себе жалел. Мне было так тоскливо, скучно очень было. Прям вот скучно. Как-то все не так, как-то все бессмысленно. Особенно под вечер, когда когнитивный ресурс истощается. И все кажется таким грустным, таким скучным, таким печальным, таким безнадежным, бессмысленным, что хочется, конечно же, бухнуть. Начинаем с пива, и дальше уже можно по нарастающей. А можно сразу все смешать. А можно сразу с крепких напитков начать. У кого-то такие симптомы, друзья? Мальчики, девочки, поднимите руки. Кто так же вот бухает из-за того, что страдает от тоски, грусти и печали? От того, что жизнь бессмысленная, несправедливая к вам? И от чувства собственной жалости хочется, ну, если не удавиться, то напиться точно. И вот это я прям вспомнил. В этом была проблема. В этом был корень и заноза, вот эти страдания и мучения, которых сейчас нет. Устранена причина. Сейчас мне себя не жалко. Все стало хорошо и ровно. Мне теперь не скучно. Мне теперь не тоскливо. Мне не кажется, что мир этот какой-то несправедливый, который неправильный, смс. Все. Это просто нет. У меня нет никаких претензий. Ни к миру, ни к людям, ни к себе. Потому что еще из-за того, что мы сами себя начинаем вот так вот учить, саморефлексии, да, винить себя, стыдить себя. То, да что же я за скотина такая, да когда же я прекращу бухать? Да, я откушу, да, не учение. Да, коли. И нужно с понедельника заняться здоровым образом жизни, начать, я не знаю, медитировать, бегать, прыгать, чем-то заниматься, наладить свою жизнь, получить вредные привычки, что-нибудь эдакое сделать великое в жизни и так далее, и так далее. А по факту не получается. И вечер такой же, как и вчера вечер. Такой же тоскливый, безнадежный, унылый. А когда ты выпиваешь кружочку, вторую пива, или стаканчик виски, то на какое-то время становится хорошо. Такая лёгкость в голове, такая затуманенность, спутанность мыслей, всё, такая расслабуха, становится хорошо, комфортно, и ничего не тревожит до поры до времени, до утра точно, а утром начинается. Проблема, отходники, страдания, печальки, угрызение совести. Опять я нажрался, скотинка я такая, и так до вечера. Вот такие качели, туда-сюда, туда-сюда. Есть такое у вас, друзья, мальчики, девочки, поднимите руки. Почему вы оправдываете пьянство тем, что, ну я же несчастный, я же несчастный, жизнь обошлась со мной несправедлива. Я мог бы то, мог бы это, а я вот так. Вообще непонятно, что дальше. В этом нет никакого смысла. Как будто бы у алкоголя есть какой-то смысл. И нужно двигаться дальше. Когда жалко себя, это и есть причина вот этих страданий. Это иллюзорная хренотень, которую нужно просто удалить. И все мы знаем, как это делается, как нужно быть счастливым. Но знания сами по себе, они ничего не дают. А наоборот, даже усугубляют. Казалось бы, мы все знаем, мы все известно уже. И книги читал, и видео в ютубе смотрел. Нужно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, дышать ровно, бегать, ходить в фитнес-зал, заниматься собой, режим дня, правильное питание и все такое прочее. Но почему-то этого не происходит. И эти знания становятся какой-то обузой. А когда ты сравниваешь себя с другими людьми, блогерами, счастливыми, пышущими здоровьем, с кубиками на животе, трезвенниками и прочими красавцами и красавицами, то становится тогда еще хуже. Так? Опять чувство жалости к себе усиливается. Из-за того, что вы сравниваете, мы сравниваем себя с другими. Мы себя отделяем от жизни, от людей. Начинаем сравнивать, тогда становится больно и неприятно. Есть такие симптомы. А сейчас мне лично. Я просто сравниваю это с собой же. Не с другими людьми, а с собой же. Таким, каким я был когда-то. Я четко вижу, что причина находится в нас самих. В чувстве жалости к себе. Какая-то жалко себя. Какое-то чувство себя несчастного. Какое-то несправедливо. Чувство обиды и горечи переполняется. Вашу мысль, 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 мысль. Короче, если интересно, что я делаю для того, чтобы избавиться от проблемы, а это проблемы реально, то напишите мне. Интересно? Это абсолютно бесплатно. Не надо пугаться. Никому это проблема реально. Вот вы поняли, о чем я говорю, да, сейчас? Если вы хотите избавиться, то прямо, честно, искренне признайте себя в этом и напишите. Можно просить помощи у людей, которые знают, что сделать. Не просто вам там перескажут ролик очередной из Ютуба или какую-то книгу, у которых есть свой личный жизненный опыт. Я могу этим поделиться. Окей? Так что, если кому нужна помощь, пишите в комментариях, пишите, я не знаю, в мессенджер в фейсбуке, пишите мне в телеграм, пишите мне в ватсап, пишите мне куда угодно. То есть я же, если в Ютубе обращайтесь, не стесняйтесь. С вами был Сенсей Макс. ОС. Есть вопросы? Сенсей Макс отвечает. Подпишись на телеграм-канал. Иди по ссылке в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!